Схватки Беляла-Махова это всегда непредсказуемый сценарий и эмоции. Искренние. На грани фола. Вот за ними-то я и отправился на трибуны до и во время противостояния нашего спортсмена с грузином или с баром Адикадзе в рамках матчевой встречи сборных России и мира. И не прогадал. Решили свои прогнозы сделать, но тебе мы их не расскажем. Каков прогноз на Махова? Я просто спрашиваю, за сколько он закончится. Я знаю, что победит. Это такой провокационный вопрос, потому что он против моего земляка борется. Конечно, предпочтение больше Белялу, несмотря на уважение к моему земляку и к моему товарищу. Ну давай так, досрочно выиграет или нет? Возможно, даже не досрочно. Его прогноз не досрочно, мой прогноз, что досрочно, но во втором берегу. Тебя, ну... На мороженое. Да, на мороженое. Какое омороженое? Бомбир обычный. Принципиальный характер. В 130-мя. Красным берегом сборную России пристроит Белял Махова. Его соперник. Элисбар Аликадзе в грузе пострадавшего международного класса. Постепенно ближе к мороженому подбираюсь. Элисбар, видимо, хорошо просмотрел схватку. Хадимурада Гацалова с Белялом. 2008 год. Тогда Белял был совершенно другой. После отравления. Я думал, он просто Беляла хорошо посмотрел. Борется очень грамотно. Я думал, что у него 97 хороших. Береги. Сигар покупает мороженое и дарит его тебе от твоего имени. А потом, выдержав паузу и дождавшись окончания длительной победной фотосессии, вытянул из Беляла порцию очередных шедевров репортажного жанра. Ну, сейчас понты колотить не буду я, что я не стал завершать досрочно. Он был просто неплохой. И всегда полутяг неудобный соперник, дядя Головец. Это всегда было. Мы с Тони, на схватках, когда боремся, у него неплохие шансы бывают. И он часто берет в скорных моментах схватки. Не, я пойду попою лучше. Передавайте Белялу привет и поздравления. С возвращением Белялу. Но тут в воздухе запахло еще одним противостоянием. Атмосфера накалилась до максимума. Если знал, что Белял здесь борется, я, может, пораньше приехал бы уже и поборулся бы. Я не сомневаюсь, я не сомневаюсь. А может организовать неофициальную встречу? Ну, неофициальную встречу мы всегда можем. Но я думаю, про Магомед он показать может очень многое, что еще. Еще можно все впереди. Все время ковер покажет, как говорится. Будем вперед, готовы к бою. Я буду выходить, как на последнюю схватку. И знаю, что он так же, поэтому здесь тяжело сказать. В чем нужно еще прибавлять? Во всем. Во всем, кто в борьбе знает, о чем можно подумать. Во всем надо. Вот, прямо под аккомпанемент твоего комментария. Рома Власов сейчас ведет с счетом 3-0. Как ты думаешь, чем закончится эта схватка? Я надеюсь победой Ромы. Я надеюсь. Я, ну, все от всевышнего, но мы... Я очень сильно на это надеюсь. Казалось бы, дело сделано. Трибуны опустили, спортсмены разъехались по домам, но Махова это не касалось. Он, сменив борцовское триконо-спортивный костюм, вновь вернулся на ковер, чтобы обучить азам разностилевой борьбы пытливого корреспондента Матч ТВ, настаивавшего на мастер-классе. Разумеется, предупредив последнего о жесткой посадке. Ты журналист? Да. Ты рисковый, парень? Тебе нужно понять, ты хочешь репортаж? Я хочу репортаж, не хочу сломаться просто. Я тебя, блин, ждаю. 50 на 50 не получится. Благо, приземление заботливыми стараниями богатыря прошло в штатном режиме. И одним болельщикам у борцов стало больше. Вячеслав Абусаламов, Реструс ТВ